В Кирове 13.06 это программа Особое мнение, меня зовут Светлана Занько и свое особое мнение сегодня будет высказывать директор Кировского центра поддержки некоммерческих организаций Олег Ткачев. Олег, добрый день. Добрый день. На сайте Change.org собирают подписи под петицией, которая будет направлена президенту в случае, если подпишут достаточное количество людей, петиция за ставку Павла Астахова, детского омбудсмена нашей страны. И вот здесь я вижу, что среди подписавших есть Олег Ткачев. Что вас побудило подписать эту петицию? По деятельности детского омбудсмена нашей страны у меня давно невысокое мнение, но последние его заявления я считаю, что они недопустимы для государственного чиновника. То есть в лице всех женщин он оскорбил российскую государственность. Это что касается чеченской свадьбы вы имеете в виду? Это последнее высказывание, что касается чеченской свадьбы. Ну и до этого и участие в законе Димы Яковлева и прочее, его личное некое такое двуличие. То есть я считаю, что этот человек не должен быть на этом посту. Ну вот я сейчас вижу, что 38 тысяч, 68 подписчиков эту петицию подписало, еще необходимо 11, ну почти 12 тысяч голосов для того, чтобы она была направлена президентом. Что изменится в случае, если Владимиру Владимировичу Путину такая петиция поступит? Вы знаете, дело не в том, что поступит и как он к ней отнесется. Важно то, что достаточно много людей присоединились к этому мнению и сами себе, друг другу и всему миру показали, что есть люди, которые считают, что этот человек не должен быть на этом посту. Это само по себе ценно и важно. Прислушивается ли наше правительство, президент и прочее, то есть к мнениям, под которыми подписались тысячи людей, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что просто передача текста петиции вместе со списками подписавшись, что-то принципиально изменит у людей, принимающих решения. Но это важно в первую очередь нам, чтобы понимать, как мы относимся к тем или иным явлениям. Вам, тем людям, которые подписывают? Нам, тем людям, которые подписывают и тем людям, которые не подписали, но следят за событиями и пытаются разобраться. Вот я открываю сайт РИА Федерал Пресс и вижу, что конфликтом недели, а неделя с 11 по 17 мая является Пермский общественный проект, общественный проект по бэби-боксам, который вызвал огромный резонанс по всей стране с подачи как раз Павла Астахова, полномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в инициативе Пермского проекта «Клабиль надежды», который устанавливал бэби-боксы. Ну, наверное, уже не нужно напоминать, но я это сделаю, что у нас бэби-бокс проработал три дня, после чего закрыли, прокурорская проверка была организована. И вот я смотрю на этот материал, который называется «Конфликт недели. Пермский общественный проект отозвался прокурорским проверками бэби-боксов по стране» и вижу, что в Кировской области, в Кирове закрыт бэби-бокс, идет прокурорская проверка. Дальше мы смотрим, что в Перми прокуратура не нашла нарушений, вот только что проведена проверка, и там бэби-боксы благополучно оставлены в покое, они существуют и работают. В Екатеринбурге в пятницу, если это получается 18-е, ну, считайте сами, которая это была пятница, наверное, чуть пораньше, в Екатеринбурге что произошло. Там нашли нарушения, в бэби-боксе плохо проводилась дезинфекция, не фиксировались вызовы, то есть неизвестно, сказала прокуратура, сколько детей действительно поступило в бэби-бокс. А вот какая интересная ситуация в Казани. В Казани за открытие бэби-боксов с инициативой установки приемника для подкидыша выступил следственный комитет, и поводом стала февральская история, когда в сумке на заборе рядом с одной из больниц нашли замерзшую новорожденную девочку. Вот такая история сейчас, и она развивается. Как Вы её прокомментируете? Ну, я свою позицию высказывал неоднократно. Вот сама форма, то, что сейчас называют бэби-бокс, сама форма, она достаточно необычна, нетрадиционна для России. Но я считаю, что это дополнительная возможность по выявлению и сбережению жизни детей. Это не отменяет другие формы работы с семьями, с детьми, не отменяет формы установления личности детей подкидышей. Но это дополнительная форма, которая вполне возможно поможет заберечь чьи-то жизни. А как Вам понравилась инициатива как раз Казанского следственного комитета, который сам выступил с предложением открытия бэби-боксов? Это люди, которые сталкиваются с вот этими трагедиями по долгу службы постоянно. Ну, что делать-то? Они поступили как люди. Они поступили как люди. И вот, кстати говоря, Олег, Вы мне сами подсказали, я тут тоже зашла на сайт ЭХО, московский сайт, да, и там буквально 4 часа назад было опубликовано сообщение о том, что Следственный комитет России вступился за бэби-боксы. Значит, кто говорит? Говорит представитель Следственного комитета Владимир Маркин официальный. Он говорит, что в ряде регионов бэби-боксы существуют с 2012 года, но в них не оставили ни одного ребенка. То есть массово анонимного отказа от детей не произошло. Вот так он выражает позицию Следственного комитета, что они не просят, они не видят, что бэби-боксы каким-то образом провоцируют матерей на то, что они бросают своих детей. Ну, да, да. Ну, это что значит вот сейчас? Это значит, что все-таки их будут закрывать или их будут открывать? Бэби-бокс. Да неизвестно, что дальше будет. То есть в нашей стране пытаться угадать будущее настолько же сложно, насколько пытаться угадать прошлое. То есть непонятно, что будет дальше. То есть что будет дальше, это как люди смогут друг с другом договориться и какие в итоге будут приняты государственные решения. На данный момент, касательно бэби-боксов, я вижу, что государство, вот именно государство, оно всячески дистанцируется от решения этого вопроса. То есть у нас не запрещено это делать законодательно, то есть подобная деятельность, и не разрешено. Различные там претензии предъявляются там к условиям, к тем организациям, которые там пытаются что-то сделать, проводятся проверки, но нигде не запрещено и не разрешено. То есть вот вопрос стоит в воздухе. Недавно у нас было обсуждение в дискуссионном клубе вечернем, то есть как раз на эту тему. Мнения разделились, и участвующие там ушли, собственно говоря, со своим мнением. То есть есть ярые там противники, есть сторонники. Что должно произойти, кто и что должен инициировать, чтобы окончательно была поставлена точка в этом вопросе? Как говорил Владимир Шабардин, который тоже присутствовал и активно участвовал в диалоге. Полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Данный вопрос некоторое время назад выносился на заседание Государственной Думы. Государственная Дума отказалась рассматривать этот вопрос. То есть просто говорить окончательно да или нет, можно ли в России использовать такую технологию. Если у нас законодатели отказываются просто регулировать, то все остальные граждане остаются в таком неопределенном состоянии. это и не запрещено, и не разрешено. Однако какие-то случаи происходят, и эти случаи, они будоражат людей. Ну вот я вижу, что год назад комитет Госдумы по вопросам семьи и женщин и детей рассматривал законопроект о певи-боксах, и тогда депутаты в принципе поддержали идеи, но проект в результате отклонились, ссылаясь на недостатки, недоработки в тексте. Потому что не видим, что сейчас прорабатывался этот текст каким-то образом. Но вот если бы был проработан и определен четкий жесткий порядок, то есть кто может организовывать, чем это должно обуславливаться, какие меры безопасности, какие формы учета, контроля, чтобы не было там, о всех ли считают, а какие условия там санитарно-гигиенические и прочее, прочее. То есть если бы это все было регламентировано, вопросов было бы меньше. А скажите, пожалуйста, как Вы считаете, высказывались такие мнения, что если бы русская православная церковь при своих приходах открывала подобные где-то приемники, их еще называют, то скорее всего эта инициатива прошла бы. А раз это делают католики, например, то вот как Вы к этому относитесь? Вы думаете, это причина? Да я к этому никак не отношусь, потому что глупо быть просто предсказателем и пытаться домысливать то, чего нет и чего там не произошло. Может быть так, а может быть иначе. Но Вы ждали комментариев от представителей РПЦ? В принципе, так или иначе, там многие представители РПЦ, там в неофициальном и в официальном порядке, то есть они не поддерживают, ну, по ряду разных причин, там аргументы называются разные, но я считаю, что если есть шанс спасти хоть одного ребенка, это делать надо. Но, разумеется, любая подобная деятельность должна быть под жестким и четким контролем со стороны государственных органов опеки, чтобы не было каких-то действий, которых опасаются, в принципе, все нормальные здравомыслящие люди. Ну и последняя позиция по этому вопросу. Есть такая организация, которая у нас тут делала свои заявления, родительское всероссийское сопротивление, неоднозначное отношение к этой организации. Однако, согласно их заявлению, значит, они усматривают в открытии бэби-боксов разрушение традиционных нравственных ценностей и моральных устоев нашего общества. Данные проекта были разоблачены как наносящий разрушительный характер, они говорят, и деятельность их связана с финансированием зарубежных фондов. И, собственно говоря, сравнивают бэби-боксы, вот это продвижение, с тем, что постепенно таким же образом легализовывалось сначала оттуда расти в Европе, затем детская эвтаназия и так далее. Как вы к таким заявлениям относитесь? Ну, разные люди имеют разные мнения, они могут себе сочинять все, что угодно. То есть, они имеют право на собственное мнение. Я этого мнения не придерживаюсь, я считаю, что это все надумано, и это просто политическая спекуляция. К другому вопросу переходим. Он так или иначе связан с нашей первой темой, поскольку в этом вопросе тоже говорится о том, что нельзя поддерживать присутствие, каким-то образом присутствие западных организаций в деятельности наших, например, различных фондов. Я сейчас говорю, естественно, о том, что Владимир Владимирович Путин минувшую субботу подписал закон, который позволяет присваивать иностранным международным и неправительственным организациям статус нежелательных в России. И там очень любопытная характеристика идет. Почему это подписано? Деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства может быть признана нежелательной территорией Российской Федерации. Это говорится в тексте того же документа. И первое, может быть не первое, но яркая ласточка, отзыв уже на этот субботний закон, который был подписан, это то, что основатель благотворительного фонда династии Дмитрий Зимин отказался продолжать финансирование фонда из-за того, что как раз его организация накануне, то есть вчера, была признана иностранным агентом. О том, что делает благотворительный фонд династии, говорим уже два дня, и московские наши коллеги, и мы. Это поддержка различного рода научных проектов, образовательных в первую очередь. Что вот здесь нас интересует? Давайте четко разделим две вещи. Подписанный закон о нежелательных организациях, это продолжение той законотворческой деятельности, что и по иностранным агентам, но это не одно и то же. То есть это продолжает вот такой внеправовой тренд неправового регулирования. И более того, неправовая основа становится шире, глубже, то есть мы все глубже и глубже падаем в какую-то такую пропасть непонятную. Ну как же она неправовая? Вот закон подписан, теперь правовая. Дело в том, что там написано о неких нежелательных организациях, которые являются, представляют угрозу. А определять, какую угрозу конкретно они представляют, будет только генеральный прокурор или его заместитель. Раньше... Единолично. Единолично. И непонятно, на основании каких критериев. То есть в любой момент генеральный прокурор или его заместитель скажет, мы считаем вот такую-то организацию нежелательной. Все, точка, обсуждение закончилось. То есть на основании чего, как, в какой мере это мешает обороноспособности, что случилось, почему так, ну вы никогда не узнаете, потому что не обязаны это знать, потому что ничего в законе не написано про то, какие конкретно. Вот знаете, у нас в стране есть много разных законов. То есть есть закон об противодействии отмыванию доходов нелегальных, там есть закон об экстремизме, там есть, ну, уголовный кодекс, там, ну, много есть чего. Там написан конкретно состав преступления. И четко понятно, если ты не будешь делать вот этого и этого, да, то ты не будешь считаться преступником. То есть описаны конкретные действия, которые там нельзя совершать. То есть здесь же говорится, что нельзя общаться с нежелательными организациями. А кто нежелательный, мы назовем вам позже и никак не объясним. Более того, то, что это названо иностранной, международной и неправительственной организацией, это речь не только о некоммерческих организациях. Традиционно неправительственными организациями, там, ну, за рубежом считается, там, то, что у нас называется некоммерческими, но также на Западе неправительственные организации, это в том числе организации бизнеса. То есть если в организации нет государственного капитала, то она считается неправительственной. Ну, собственно говоря, назвать неправительственной, любая неправительственная организация, которая не понравится, может стать нежелательной. Соответственно, любые хозяйственные операции с этой организацией должны быть моментально прекращены. И будут прекращены. И будут прекращены. То есть банки не должны проводить транзакции с этими организациями. Ну, знаете, вот, перекидывая, вот, начиная фантазировать, да, это очень веселая, получается, картина. Если мы взяли у кого-то кредит на Западе, дешевые западные деньги, то стоит только лишь объявить наших кредиторов нежелательными организациями, и мы на основании, там, собственно, законодательства... Можем не отдавать деньги. Можем не отдавать деньги вообще. Интересно, кто первый воспользуется этой возможностью. Да, вы знаете, уже сегодня поутру пришла новость, что пять организаций, там, депутаты Госдумы уже предлагают включить... Они уже посчитали деньги, которыми надо будет отдавать. Да, там не деньги, там... Вы имеете в виду, да, я знаю, какие организации. Но, тем не менее, то есть, вот это не правовая основа. То есть, правовая основа – это когда за конкретные действия наступает ответственность. Здесь ответственность наступает не у тех, кто какие-то действия совершил, недружественные по отношению к нашей стране, а тех, кто общается при этом не совсем четко определенным, на каком уровне. По хозяйственным операциям, по экономическим каким-то транзакциям, там все понятно. А если пост или новость нежелательной организации размещена в социальных сетях, ее можно дальше распространять, там, репостнуть? Наступит ответственность у... Я бы не стала этого делать на вашем месте. Мы знаем, что у нас за репосты бывают. Ну, вот, собственно говоря, возникает куча вопросов. А, допустим, а сами социальные сети, как хозяйственные организации, скажем так, не могут ли, а когда будут названы нежелательными организациями? Где остановится эта волна? Когда? В связи с чем? Когда пострадает кто? Закон принят. Мы прекрасно понимаем, что когда писали закон, его писали под кого-то, под какие-то конкретные совершенно организации. Точно так же, как закон об иностранных агентах писали под совершенно конкретные организации. Но когда закон приняли, и получилась волна критики, что за год, за два существование закона, никого не смогли с помощью этого закона записать в иностранные агенты. Закон упростили, разрешили во внесудебном порядке, а просто записывать. И, собственно говоря, чтобы показать, что этот закон не мертвое дитя, пошла разнарядка в каждом регионе. Выявить. Выявить. И под эту компанию стали попадать совершенно организации, которые ни с ног ни духом. И вот та же эпопея постигла и фонд Династия, который свои собственные, там Зимин тратил свои собственные деньги, которые находятся у него в западных банках. И его за это же признают иностранным агентом, что он сам финансировал со своих западных счетов российскую науку. Но при этом, как иностранный агент, он, в принципе, мог бы еще работать какое-то время, что-то попытаться изменить в своем фонде. Вы знаете... Почему он это сделал? Отказался финансировать? А вы представьте, всю жизнь взрослый, трезвый человек, умудренный опытом, жизнью, всю жизнь пытался делать что-то хорошее. То есть он верил в то, что... Но именно в этот момент, в принципе, он мог бы еще побороться, да, с этим нельзя не согласиться? Именно в этот момент он решил, все, хватит. А здесь ему наклеивают на грудь какую-то звезду иностранного агента за то, за что он не совершал. В интересах какого правительства он это делал, кроме как российского? Ну вот иностранный агент, чьего государства агент является Дмитрий Зимин, он не может сам себе ответить. И я считаю, там, любое его действие будет оправданным. Можем понять, что это не только, не просто, там, обида и силы закончились, он просто не видит, или он видит на самом деле настолько мощную преграду, перед которой уже даже он со своими большими активами, положениями в обществе и той позиции, которую он занимает, безусловно, благим делом, он уже понимает, что бороться невозможно. Вы знаете, любое его действие, я считаю, будет оправдано. Если он решит продолжать, там, в какой-то форме деятельность, ну, значит, решит продолжать. Если он решит, там, закрыть, ну, значит, решит закрыть. Ну, я считаю, что разные времена требуют разных инструментов. Если вот этот отличный инструмент, он был актуален, там, в предыдущие годы, если наступают времена, в которые этот отличный инструмент и частная инициатива таких людей, как Дмитрий Зимин, начинает быть наказуема, значит, стоит самостоятельно, не дожидаясь, там, государственных вебисекторов, этот проект закрыть, ну, вот, оставить о нем хорошую, светлую память, вот, и вполне возможно, там, если есть силы и, там, и желание, начинать какой-то другой проект, учитывая, там, современные реалии. Ну, вот те пять организаций, о которых вы говорили, это заявление, это заявление депутата от ЛДПР о том, что нужно проверить фонд Кармаги, Мемориал, и, там, Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International. Вот эти организации, они действительно, вот, на ваш взгляд, вот, на ваш взгляд, они представляют угрозу государственности нашей? Ну, во-первых, вот, закон о нежелательных организациях, это, как бы, закон для тех организаций, которые не подпадают, там, под иностранные агенты. То есть, для наших организаций это закон об иностранных агентах, вот, а чтобы, ну, так сказать, урегулировать отношения, там, с иностранными организациями... Закон о нежелательных организациях. Там две организации из этих пяти уже являются... Иностранными агентами. ...в реестре иностранных агентов, вот, и к ним просто, там, не теоретически, не практически, как бы, ну, я считаю, что не должна применяться норма по нежелательным организациям, вот, они и так уже под контролем, и, там, там, Бог знает, чем еще, там, с этим ярлыком. — Ну, вот это заявление депутата Госдумы от ЛДПР, который указывает на пять этих организаций, как Вы считаете, это он просто так подсуетился, или именно на эти, в том числе, организации направлен был этот закон? — Нет, нет. Те организации, на которые действительно направлен этот закон, то есть, я думаю, что там будет что-то более масштабное, более существенное. Бороться с этими пятью организациями, там, незачем, здесь просто депутат подсуетился. Главное успеть первым оставить свой комментарий. — Оставить свой след. Это особое мнение директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций Олега Ткачева. Мы уходим на рекламу, через две минуты вернемся. — Возвращаемся в студию. Свои особые мнения сегодня высказывает директор Кировского центра поддержки некоммерческих организаций Олег Ткачев. Ткачев, Олег, депутат Госдумы, еще один, Хинштейн в этот раз, который славится тем, что его инициативы очень часто проходят. И это правда, так и есть. Вот он еще очередную инициативу здесь заявил, проявил. Он автор законопроекта, который вносит поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Он является зампредом, напоминаю, Комитета по безопасности Государственной Думы. Так вот, он предлагает позволить заключенным работать в местах привлечения к труду в другой местности. То есть не там, где сидит, отбывает срок, а там, где требуются его трудовые усилия, так скажем. Он считает, что это огромная масса заключенных, огромное количество человек, от таких насчитывается почти 40 тысяч, могли бы пригодиться, например, на стройке больших стадионов к Чемпионату мира. Для простоты, так скажем. Вообще инициатива неплохая, нет? Ну, как... Им же платят заключенным за работу? Может быть, с большой стройки больше денег, нет? Ну, давайте с периодом, давайте с периодом. Заключенным действительно платят за работу. Если назвать оплату за работу 100 рублей в неделю, то им действительно платят такие деньги. Чуть больше, чуть меньше, но порядок сумм именно такой. По поводу инициативы, то есть строительства крупных объектов, ну, олимпийские объекты, я думаю, что здесь для красного словца сказано. Давайте называть вещи своими именами. В нашей стране, где люди гордятся скрепами и традиционализмом, предлагается возобновить традиционное русское мероприятие по названию каторга. Это вы так его называете. Ну, а как это еще назвать? То есть, когда заключенные поедут строить какие-то объекты не в том месте, где сидят, ну, это так оно и есть. Но вот экономическая основа этого, там, дешевый рабский труд заключенных против труда наемных. Вот потому и Шмаков, там, руководитель профсоюзов, против. Потому что... Независимый профсоюзов России Михаил Шмаков, он против. Потому что, собственно говоря, замена наемного труда трудом заключенных, за которыми крайне сложно следить за условиями труда, за техникой безопасности, за соблюдением, там, всех, там, не только норм, да, вот, ну и по заработным платам это намного дешевле, там, и уровень, как бы, притязаний. Они не могут, там, эффективно защищать свои трудовые права. Мы прекрасно знаем, там, и из серии публикаций и прочее, что во многих, во многих учреждениях исполнения наказаний, там, и 12-часовой, там, рабочий день, и иногда более, вот, ну, есть такое. И здесь еще часть, там, осужденных пускать на какие-то еще стройки. Ну, вот, вы, может быть, почитали, коммерсант, например, напоминает, что труд заключенных используют и такие государства, как США, Германия и Франция. Частные государственные компании используют. Понятно, понятно, используют. И у нас, на самом деле, как бы, многие компании, там, сотрудничают с УФСИНом. И частные в том числе? И частные в том числе сотрудничают с УФСИНом. И, ну, разница только в том, что производство разворачивается на территории учреждений исполнения наказаний, да, и заключенные трудятся, там, шьют одежду, спецодежду, прочее, прочее. Да, ну, это же частные компании, деятельность частных компаний в сотрудничестве с УФСИНом. Такое вот, ну, здесь предлагается вывозить. Сколько будут стоить меры безопасности? Сколько будет, конечно, оно, скорее всего, компенсируется всей меры безопасности за счет, там, дешевого труда? Вот, знаете, теоретически можно было бы использовать труд заключенных, но перед этим необходимо полностью, там, я не знаю, там, кардинально изменить систему охраны трудовых прав заключенных, там, систему учета их, там, и рабочего времени, и, там, выработки, и, там, оплаты труда. И, собственно говоря, любой этот труд, он должен быть добровольным, то есть у него должен быть выбор, там, и это должно быть его собственное решение. Ну, заключение, у заключенного должен быть выбор. Да. Ну, собственно говоря, мы же о чем говорим? То есть, в основном, вот это предложение, оно касается, там, не всех заключенных, вот те 40 тысяч, да, это те, которые живут в колониях-поселениях. Да. То есть, по нетяжким, там, преступлениям, там, прочее-прочее, то есть, они, там, в пределах поселка, они самостоятельно передвигаются, они, там, трудятся на местных, там, каких-то, там... И у них, в данном случае, когда они находятся в колонии, есть выбор? Там, иногда есть. Ну, честно, так. Есть, есть. Вот, там, где в поселении, там, где в поселении, трудиться должны, вот, но по, там, местам работы, там, конечно, не очень богатый выбор, но это, там, выбор из того, что есть, именно в данной колонии-поселении. Ну, кстати говоря, инициатива по трудоустройству осужденных поддерживает руководство ФСИН. Об этом говорил Анатолий Рудный, первый заместитель, первый замдиректора ФСИН. Ну, он, естественно, тоже высказывал предосторожность, там, говорил о том, что нужно, там, все проработать, и свозить со всей страны не надо, но, в принципе, рассмотреть можно. Ну, понятно, как учреждение разве оно откажется от дополнительных, там, средств, бюджетов на реализацию таких масштабных проектов. А вообще, как Вы считаете, это такая большая миска для распила, вот, использование труда заключенных на больших, например, стройках? Я не знаю, там, про распилы, то есть, если мы говорим про, там, какую-то классическую схему распила, там, взять бюджетные деньги и их, там, куда-то, там, потратить. Но использование подневольного труда, это действительно очень большая часть экономики. То есть, собственно говоря, те предприятия, которые сотрудничают... А благодаря этому закону, если бы он был принят, законопроект этот, еще бы больше, да, увеличилась эта доля? Да. И это страшно, Вы считаете? Ну, как страшно? Да, конечно, это страшно. Это страшно в своей непредсказуемости, потому что у нас в России, там, очень многое непредсказуемо. И вот просто, там, хвалить или, там, отрицать, там, какую-то инициативу, это высказанная инициатива, она не может учесть тех моментов, ну, которые, скорее всего, там, гадалке не надо ходить, вот, как оно будет на самом деле. То есть, могут быть какие угодно, там, благие идеи, вот, а что, давайте сделаем так, давайте сделаем сяк. Но на практике мы знаем, как оно работает. Нет веры. Учесть все эти моменты, вот, какой-то один момент можно учесть, но сотни факторов, вот. То есть, Вы считаете, что, в принципе, эта инициатива очень сложная, исполнима, там, да, потому что ее нужно очень подробно прорабатывать, выстраивать целые системы. И у Вас просто нет веры в то, что кто-то способен у нас в государстве разработать такую систему, а потом еще ее соблюдать. Если, вот, если эту инициативу воспринимать как разумное предложение, да, вот, она сложно осуществима. Там слишком много и административных, и экономических изделий. То есть, в принципе, сложно осуществить. В принципе, сложно. В принципе, сложно. Важно, в какой стране. Она легко осуществима, если, там, закрыть на все глаза и, там, сделать, там, ну, то, что называется ГУЛАГ номер два. Ясно. Все, здесь понятно все. Ну, вот, от ГУЛАГа на три минуты мы развернемся совершенно в другую сторону. Вообще в другую. Просто не можем обойти эту тему сегодня, ибо внутренний туризм победит внешне, как везде пишут. И у нас чуть не каждый день на страницах всех, абсолютно, абсолютно всех СМИ говорят о том, как развивается у нас туризм. Внутренний. Правда, тут Дмитрию Медведеву не понравилось обслуживание в Крыму, о чем было сказано. Ну, ладно, бог с ним, там, с Крымом, у нас с вами тут сказочные игры. Вы, кстати говоря, любите городские праздники здесь, в городе Кирове? Я люблю городские праздники, и, там, к некоторым мы, там, тоже имеем некоторые отношения и, там, помогаем реализовывать. Как вы сами готовитесь к городским праздникам, как конкретно их воспринимаете, и считаете, вот, раз уж вы участник некоторых из них, для кого они делаются? Ну, давайте так, в массе своей, давайте сейчас ваши, в которых мы участвуем, отодвинем, а в массе своей для кого делаются городские праздники в нашем городе? Ну, смотрите, вот по городским праздникам моя такая позиция. Вот, единый праздник, там, ну, приуроченный, там, какой-то дате, будь то день города или, там, день молодежи, там, да, это просто повод, ну, чтобы в эту дату произошло множество самых различных событий. Это не одно событие, это много разных событий на разных площадках. И мне бы хотелось видеть, и я считаю ценным, что, когда люди сами проявляют инициативу, и пусть, там, даже в своем дворе, там, для пяти бабушек, там, на скамейке, да, но делают этот праздник, там, своими силами. То есть, не факт, что все праздничные мероприятия должны именно финансироваться только, там, из бюджета. Не факт, что рулить этим праздником, там, общегородским должны чиновники, и только они определяют, что здесь будет, что не будет. Праздник – это праздник. Праздник должен делаться людьми и для людей. Разумеется, какие-то ключевые события, там, и ключевые мероприятия этого праздника, для них, там, требуется участие, там, и государства, и муниципалитета. Вот. Но для большей части, там, мероприятий, там, в праздничный день, я считаю, что, там, необходима не столько помощь бюджету, сколько помощь, там, в согласованиях, там, в охране. Ну, это, если мы будем так с вами говорить о небольших таких празднованиях, любых местных, локальных празднованиях. Давайте, вот из небольших празднований. Про большие, про большие празднования в городе Кирове, какие наши праздники вас впечатляют, и раз уж я заикнулась про внутренний туризм, какое празднование стоит на первом месте в этом рейтинге по привлечению туристов? Вот, в этом плане, вот, я как раз вот об этом и хотел сказать, что, вот, я не люблю, вот, именно, что, когда одно мероприятие тянет на себя всё абсолютно. Мне нравится, что, ты сам, 100 человек на этой площадке, 50 человек на другой, там, 30 человек. И чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Из этого и состоит праздник. Вот, не из гигантского действия, там, шествия, там, вот, когда все, там, нога в ногу идут куда-то, там, одной колонной, вот, а из маленьких, локальных, вот, 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 я считаю, что это принципиально. Вот, вот, моя такая позиция. Ну, в целом, город Киров весёлый город, вы считаете, умеют праздновать горожане? Смотря какие горожане, смотря где. Некоторые умеют, некоторые не умеют. Некоторые не умеют. Это было особое мнение Олега Ткачёва. Спасибо большое, что к нам пришли. Светлана Занькова была у микрофона. До свидания.